Стать лауреатом Нобелевской премии было вашим стремлением, или вы просто делали свою работу? Что скажете? Я никогда не стремился стать лауреатом Нобелевской премии. Это было последнее, о чем я думал в молодости. Это довольно грубое право, потому что часто вы удивляетесь, когда думаете, что это хорошая работа, а затем ее раздирают рецензенты, эксперты, и тогда вам приходится прислушиваться к их советам. Вы как человек, у которого индекс Хирша равен 157 по Скорпус и даже больше 170 по Google Scholar. Что вы можете посоветовать ученым, как управлять и повышать свой уровень цитирования? Вы знаете, я подумываю о том, чтобы покинуть Северо-Западный университет здесь, в США, и поехать в Китай, поскольку я считаю, что то, чего мы добивались в лаборатории, в значительной мере всем этим я обязан своим ученикам. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы поговорим с очень известным человеком, чьи достижения и направления деятельности настолько разнообразны, что сложно сразу поверить, сколько сказать и просто уловить все значения всех видов деятельности и того, чем занимается наш гость. Итак, очень тепло приветствуем сэр Фрейзер Стоддарт, лауреат Нобелевской премии по химии 2016 года. Дорогой Фрейзер, большое спасибо за возможность побеседовать и задать вам несколько вопросов. Благодарю вас. Спасибо. Рад нашей встрече. Итак, первое, что мне пришло в голову, это очень необычная история. Вы родились в Шотландии, жили на ферме. Возможно, вы видели столько опыта, разные занятия, но теперь вы в США. Думаю, это действительно уникальная история. Но что на самом деле оказало влияние на ваш выбор профессии? Окей, позвольте мне вернуться на ферму. Первые 25 лет я провел там. Это было около 12 миль, я думаю. 18 километров южнее от столицы Эдинбург. Это было очень интересное время для сельского хозяйства. Мы перешли от всесезонных машин к тракторам с прицепами и зерноуборочным комбайном. Все это сменилось где-то за 25 лет. Но это научило меня тому, что нужно идти в ногу со временем. И с точки зрения освоения новых технологий, нового оборудования, новых машин и так далее. И я смотрю на эти 25 лет на ферме как на настоящий университет в жизни. Потому что было так же много животных и много чего другого. Все это хорошее воспитание. Но самое основное, что было передо мной, то, что я был самым настоящим добровольным механизатором с этим всем новым оборудованием. Вопрос о том, как я нашел себя в Америке. Итак, было несколько вещей, которые произошли до этого. Я провел несколько лет в Канаде. В общей сложности я 27 лет проучился в двух университетах в Англии, прежде чем переехать в США в 1997 году. И движущей силой этому послужило то, что, к сожалению, моя покойная жена заболела раком груди в 1992 году. Мы только переехали из Шеффилда в Бирмингем, второй по величине город Англии. Когда я получил приглашение от профессора Хаутера из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, чтобы принять должность Дональда Грэма, лауреата Нобелевской премии по химии 1987 года. Но мне просто пришлось ответить и сказать, что у нас так много проблем в семье, что я не могу приехать. В 1994 году, к моему удивлению, он снова сделал приглашение. Мы все еще были в довольно большой ситуации с моей женой, которая сражалась с раком. И опять же, в 1997 году настроение изменилось, поскольку моя жена поняла, что у нее могут быть хорошие шансы на лучшее лечение своего состояния, если мы переедем в Соединенные Штаты. Итак, в конце концов, многое из этого было семейным стимулом. Я всегда хотел поехать в Соединенные Штаты, но моя жена не была так увлечена, пока болезнь не переубедила ее. Я понимаю. Хорошо. Теперь мы знаем эту причину. Итак, давайте поговорим о другом. Вы знаете, мне нравится такое выражение, как «не иметь жизнь, полную работу, но иметь работу, наполненную жизнью». И стать лауреатом Нобелевской премии было вашим стремлением, или вы просто делали свою работу? Что скажете? Я никогда не стремился стать лауреатом Нобелевской премии. Это было последнее, о чем я думал в молодости. Это был просто вопрос учебы и прохождения моего ученичества в Эдинбургском университете для получения моих первых двух степеней, поехав в Канаду на три года на моем постдокторском уровне. И все это, вы знаете, десять лет ученичества, прежде чем я получил назначение в Шеффилдский университет, эквивалентные должности доцента, а именно лекции по химии. Но нет, я не думал и не мечтал о Нобелевских премиях. Их не было на моем радаре. Я понимаю. Я думаю, что только усилия и достижения приводят человека к такого рода наградам и всевозможным успешным вещам, которые случаются в жизни. Что ж, кое-что наследи жизни. Наряду со многими наградами, статусами, достижениями в вашей жизни, в целом, однажды вы сказали, что самым большим достижением и наследием в вашей жизни является то, что вы вели наставничество более 500 студентов из порядка 50 стран. Я думаю, что так может мыслить только человек, который верит в свою, назовем так, реинкарнацию через влияние наставничества на других людей. Итак, почему вам на самом деле пришла эта идея? Что ж, я думаю, это, вероятно, можно описать тем, что я родился в Шотландии. Шотландия на протяжении веков является открытой миру и заинтересованной в поддержании контактов с другими народами. Как Ирландия, знаете ли, другая страна, где жизнь рядовых горожан не всегда дешевая и простая. Обе страны, и в частности Шотландия, придают особое значение образованию. Поэтому у меня было чудесное воспоминание, которое я не осознавал ранее, но у меня было абсолютно выдающееся среднее образование и высшее образование в Эдинбургском университете. Так что я думаю, что это поставило меня на путь, чтобы развить аппетит к тому, чтобы увидеть остальной мир. Как я уже сказал, я улетел в Канаду в 1967 году, и это был первый раз в моей жизни, когда я сел на реактивный самолет в возрасте 25 лет. Так что это было настоящее приключение. И я оставался там почти три года. Это дало мне возможность часто бывать в Соединенных Штатах, и именно тогда я начал понимать, где находится лидерство, и мое мнение в науке и технологиях. Это было в США. Я это испытал уже после переезда в Соединенные Штаты. Но если я забегу вперед, я думаю, что лидерство в науке и технологиях переместится из Соединенных Штатов в Китай. Вы знаете, я подумываю о том, чтобы покинуть Северо-Западный университет здесь, в США, и поехать в Китай, поскольку я считаю, что это будет насыщенный и полезный опыт. Не уверен, как будет с китайским языком поначалу. В данный момент я каждодневно изучаю мандарин на случай, если мне придется сделать этот шаг. О, я понял. Но ваши дети одна была в Японии, вы однажды говорили об этом, и в Англии. Это верно? Да, моя старшая дочь вышла замуж в Австралии, и я должен упомянуть, что у нее крепкие связи с университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее. Я занимаю там профессорскую должность по химии, так же, как и здесь, в Северо-Западном университете. Но вы знаете, моя дочь вышла замуж за молодого человека из очень известной семьи в Австралии, семье МакКобен. Так, мой зять, его прадед, я так понимаю, это довольно известный художник портретов, пейзажей и так далее и тому подобное в 1800-х годах по фамилии Уоллес. Итак, у меня есть прочная связь через мою дочь с Австралией. И да, они живут в Белмане, в пригороде Бостона, здесь, в Соединенных Штатах. И поскольку мой зять работает в фармацевтической промышленности, они действительно провели пару лет в Кобе, в Японии. И, конечно, я довольно часто навещал их, пока они были там. У меня есть хорошие друзья в Японии и на научном уровне. Конечно, Япония интересная страна. Хорошо, понятно. Большое спасибо за то, что поделились этим. Очень интересно. Если вы хотите, я могу рассказать про мою вторую дочь, обе дочери кандидаты химических наук. Я очень горжусь этим. По поводу моей младшей дочери Эллисон, она в настоящее время является первым редактором журнала Nature Synthesis. Она была замотивирована созданием журнала из-за своей деятельности по практической химии из-за аллергии, которую приписывали химическим компонентам, когда она была в лаборатории. Поэтому ей пришлось оставить эту работу и заняться издательским делом. Она достаточно успешна сейчас в последнем. Эллисон инициировала создание журнала под названием Nature Reviews Materials, который стал вторым журналом по цитируемости в мире. Это был период по смене деятельности, когда она приняла еще один вызов. Вот такие дела. А всего у меня четверо внуков. Один в Бостоне. И еще одна внучка. Тоже в Бостоне. Это здорово. А вы видитесь довольно часто? Да, конечно, это пандемия, когда начала распространяться по Европе. Как оказалось, я был в Англии с моей младшей дочерью, когда начали вводиться ограничения. В итоге я провел целый год с младшей дочерью и ее семьей в Кембридже. До марта этого года и после уже вернулся в Соединенные Штаты. Хорошо, понимаю. Но в то время мы могли использовать Zoom, чтобы поддерживать связь. В частности, с исследователями это более 30 человек. Я узнал, что это может также хорошо работать. Да, с пандемиями будем надеяться на лучшее. Хорошо, Фрейзер. Кое-что о научных публикациях. Так, наша компания часто сталкивается с тем, что индекс Хирша большинства ученых очень слабый и очень низкий. И мы видим, что многие люди действительно пытаются опубликовать научные статьи и прилагают много усилий. А некоторые люди очень ленивые и, откровенно говоря, публикуют что-то вроде мусора. Что ж, вы как человек, у которого индекс Хирша равен 157 по Скорпус и даже больше 170 по Google Scholar. Что вы можете посоветовать ученым, как управлять и повышать свой уровень цитирования. Хорошо, знаете, я всегда был настолько вдохновлен заниматься настоящей наукой, насколько хорошо я мог это делать. И после долгих тренировок я смог по-настоящему овладеть английским языком, особенно в том, что касается письма. И я развил этот навык также настолько высоко, насколько мог, и это было так же важно, как и наука. Для того, чтобы иметь возможность общаться через публикации. То, чего мы добивались в лаборатории, в значительной мере всем этим я обязан своим ученикам. Они очень много работали, и почти во всех случаях это была моя работа тоже, потому что для многих из них английский не был родным языком. Моя работа заключалась в том, чтобы помочь им найти путь к публикации, более конкретно, путь к высокорейтинговым журналам. На данный момент, вы знаете, 70 или 75 процентов моей группы из Китая, и они динамичны. Их страна такова, что они не суетятся насчет данных о публикациях, престижных журналах, если вы действительно стремитесь стать академиком, если вы хотите устроиться на работу в университет или другую организацию в Китае, вас будут оценивать по вашим публикациям, независимо от того, согласны вы с этим или нет. Это просто таковы реалии. Так и есть. Но мои нынешние постдоки, знаете ли, не заинтересованы в публикации в слабых журналах, о которых вы упомянули, типа тех, где публикуют всякий мусор. Их это не интересует. Они заинтересованы только в том, чтобы заниматься наукой настолько хорошо, насколько это возможно. Они думают, что идя по моим стопам, в том числе, они могут отправить материалы в Nature Science или другие крупные журналы. Да, я понимаю. Я думаю, что в жизни действительно лучше практиковать успешные вещи и изначально выбирать престижные журналы. Потому что тогда, когда у вас есть какие-то низкопрофильные публикации или какие-то хищные журналы, тогда научный профиль ученого совершенно непонятен. И подписывать какие-то бумаги, как будто они вам нужны только для учреждения, это неправильный путь. Но, к сожалению, в некоторых русскоязычных странах есть свидетельства и практика, когда кто-то просто пытается публиковаться для галочки, для расчета зарплаты по работе. Вот так. Хорошо. Как вы думаете, сам процесс публикации, когда это было на начале вашей карьеры, был легче или сложнее? И как вы видите изменение этого процесса, как сейчас и в те дни? Я действительно не вижу больших изменений, осталось многое. Система рецензирования вся та же самая. Возможно, что-то в ней немного изменилось, но вы знаете, было довольно сложно составить статью, рукопись, как мы ее называем, и отправить ее редактору журнала и ждать несколько недель, пока рецензенты передадут комментарии. Это довольно грубое право, потому что часто вы удивляетесь, когда думаете, что это хорошая работа, а затем ее раздирают рецензенты, эксперты, и тогда вам приходится прислушиваться к их советам. И если редактор захочет прочитать ваш ответ и посмотреть на исправленную рукопись, вы должны очень много работать, чтобы поднять рукопись до уровня, на котором она сможет убедить экспертов, чтобы они могли рекомендовать ее принятие. И это было для меня в 1970-е годы таким же, как и сегодня. Мы по-прежнему работаем с авторитетными журналами и с очень-очень длинными комментариями рецензентов. И нам порой может потребоваться до двух недель, чтобы пробраться через все комментарии, провести дополнительные эксперименты. И даже сейчас я думаю о текущих планах на сегодня, необходимых по этому поводу провести в лаборатории, прежде чем мы вернемся к общению с редактором по текущим проектам. Очень важно хорошо поработать на последних этапах. Вы должны быть очень высокопрофессиональными, как можно лучше отвечать на все вопросы и проводить дополнительные эксперименты, которые вам предлагается провести. Есть вероятность, что на 90% у вас все получится и ваша статья будет принята. Да, динамика такая же, что и была в мои 25 лет. И сейчас, когда мне почти 80, фактически ничего не изменилось. Хорошо, я понял, благодарю вам. У меня есть также небольшой вопрос по поводу золота. Почти все золотодобывающие компании во всем мире используют этот токсичный процесс выщелочивания золота, чтобы изолировать драгоценный металл с помощью цианида. Вы заменили вредные реагенты дешевым биологически чистым материалом, полученным из крахмала, и назвали его циклодекстрином. Как вы пришли к этому открытию, и что послужило причиной для вас заниматься такой деятельностью? Расскажите, пожалуйста. Что ж, сильный интерес к химии углеводов, потому что это было предметом моей докторской диссертации, и более подробно я изучал структуру комедии в растениях для моей докторской степени, да, представьте себе, это полисахариды, которые сильно насыщенные и называются полиэлектролитами. Так или иначе, в 1970-х я решил, что не буду посвящать себя полностью углеводной химии, но была одна форма углеводов, которая всегда меня приводила в восхищение, это циклодекстрин, есть три его варианта коммерчески доступных, альфа, бета, гамма, с числом остатков глюкозы в макроцикле 6, 7 и 8, соответственно. Двигаясь далее, в 2010-м году по мере развития событий здесь, в Северо-Западном университете, где я смог дать моей исследовательской группе свободу, большую свободу в том, что они делают. Один из моих постдокторских исследователей на определенном этапе решил, что он хотел бы создать топологическую конструкцию в так называемых пограничных кольцах и также три полукольца. И требование состоит в том, что как только вы сложите три кольца и разрежете одно кольцо, два других развалятся. это топология пограничной области. И он выбрал гемоциклодекстрин как один из сахарообразующих компонентов в качестве первого кольца. И он пытался найти очень хорошую подачу в это кольцо. Для другого он использовал органический компонент дикарбоксилат изобентин в качестве калиевой соли. И были большие кубические кристаллы не только в миллиметр или несколько миллиметров. Но если подождать достаточно долго появляются сантиметровые кубики очень красивые. И когда кристаллическая структура растворилась этот органический компонент который он надеялся станет вторым кольцом не было видно. Он был явно удален со сцены. Это был калий который был связан вместе с циклодекстринами кубический массив. То есть шесть циклодекстринов были связаны вместе чтобы сформировать куб. А затем калий связал эти маленькие кубики с этими большими кристаллами. И поэтому мы назвали это циклодекстриновая металлоорганическая каркасная структура, так как это была расширенная структура. Итак, вот собственно где мы были в начале последнего десятилетия между 2010 и 2013 годами. Затем технология случайно превратилась в компанию по уходу за кожей, которая очень успешна. в 2013 году опять же в такой ситуации свободного выбора, когда моим пастдокам и аспирантам пришлось придумывать свои собственные идеи. Другой из Китая однажды решил, и позвольте мне просто добавить, что я путешествовал по миру и говорил, что четверть компаний по добыче калийных солей с позитивным зарядом ионообменных веществ. Это может быть любое ионообменное вещество, которое можно только представить, может быть хлорид, флюорид, бромид, ядит и так далее. Предполагалось, что это просто перевернет все с ног на голову, и однажды этот пастдок использовал тетрабромохлорид калия, это ионообменник, когда у вас есть золото посередине и четыре бромида вокруг него, и он приобретает совершенно другой тип кристаллической структуры за очень короткий период времени. Он осаждает этот материал из воды буквально за несколько минут. Если вы будете делать это медленнее, вы получите эти кристаллические иглы, эти длинные каналы, содержащие калий. На данный момент времени представляют собой ион, окруженный шестью молекулами воды. И тетрабромохлорид попеременно проходит через середину, и так у нас есть новый способ выделения золота. Таким образом, интуитивная прозорливость во многом является причиной этого. И мы назвали это также двойной проницательностью сначала в 2010 году, а затем повторившейся в 2013 году. Вы знаете, я не могу подчеркнуть, насколько, на мой взгляд, способность делать случайные открытия придает очень важную роль науки. А для того, чтобы это произошло, у вас должна быть среда, в которой экспериментаторам предоставляется большая свобода. Что ж, я думаю, это действительно здорово и многообещающее на будущее. Если вы хотите, очень быстро я расскажу о нынешнем состоянии компании под названием Cyclodex. Да, прошу вас. Она очень хорошо работает на шахтах в Аризоне здесь, в Соединенных Штатах. Генеральный директор после пандемии отлично справляется с рудниками, и они действительно были готовы приблизиться к рудникам, где с цианидом уже не получалось производить добычу. Что даже собственники были готовы позвать тех, у кого была другая технология. последний момент заключается в том, что представить такую новую технологию золотодобывающему сообществу пришлось нелегко. Мы сочли сильно противящимся новому, мне говорили в шахтах, которые я посетил, чтобы поговорить о новом способе выделения золота, что сменить цианид, используемый более века, нереально. Крупные компании очень сложно убедить о необходимости изменений. Очень сложно убедить. Но я думаю, что помогает то, что несколько лет назад Европейский Союз поставил перед собой задачу направить запрет на использование цианида любой стране в европейском сообществе, которое создавало новый золотой рудник. Это как раз и может служить мотиватором использовать другие подходы. Это хорошо. Надеемся, что подобные инициативы будут стремительно распространяться, и в этой отрасли у нас будут только биологически и экологически чистые процессы. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас можете посоветовать самым юным светелом науки в целом? Ну, во-первых, вам нужно очень любопытно относиться к окружающему миру, и у вас должна быть бесконечная страсть к продвижению вперед в той науке, на которой вы собираетесь сосредоточиться, если это химия, то в моем случае мне пришлось пройти десятилетия в качестве ученика и еще 20 лет в качестве академика в двух учреждениях в Англии, а именно в Шеффилде и Бирмингеме. И мы подошли к тому моменту, когда мы приложили достаточно большие усилия, чтобы продолжить создание механической связи, которую я считаю одним из самых больших вкладов в химическую отрасль. Но это только начало истории, потому что затем это привело к появлению молекулярных челноков, молекулярных переключателей и в конечном итоге к молекулярным машинам. Итак, это непростой процесс, это не то, что происходит по прямой дороге, что вы можете сказать людям, вы знаете, сделайте так, и это сработает. В моем случае это было около 20 различных видов химии за мой долгий и более чем 50-летний период практики. И вы знаете, всегда разумно удваивать программу более одного года за один раз. И мы до сих пор делаем это. Так, молекулярные машины только часть моей исследовательской жизни. Мы занимаемся многими другими вещами. Мы работаем при поддержке студентов, это тоже очень важный момент. Но отвечая на ваш вопрос, все дело в горячем желании достигать в рамках предмета и быть готовым к тому, что если вы хотите внести свой уникальный вклад в науку, такую, как химия, то вам нужно чем-то заняться таким, где еще не нашли решение и есть шанс, что если вы усердно над этим поработаете и вам немного повезет, то решение обязательно найдется. И вы не должны делать то, что делает большинство, не стоит подхватывать чужие идеи и думать, что таким образом вы внесете большой вклад. Примыкая к первооткрывателям и следуя за ними, вы уже не получите признания, как у них, за то, что те положили начало идее, будь то в области химии или в целом в науке. Ладно, благодарю вам, Фрейзер. Поделитесь, пожалуйста, три книги, которые больше всего повлияли на вас в жизни. Вот это да. Самое первое, что приходит на ум. Поделитесь, пожалуйста, три книги. Что ж, думаю, когда я изучал английский в школе, на меня большое влияние оказали шотландские авторы. Итак, книга Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» была очень важной книгой, когда я был совсем молод. А затем «39 шагов» Джона Бахена, другого шотландского автора, который впоследствии заинтересовал меня. И далее, далее не так-то просто назвать ту самую третью книгу. Я много читаю, но выделить ту, которая оказала наибольшее влияние, не так-то просто. Да, я понимаю. Но вот здесь как раз очень интересно узнать у разных людей, какие книги могли реально как-то повлиять на их жизнь или не повлиять вовсе, поэтому мне приятно задать этот вопрос. Да-да, я немного помыслил, пока ты говорил. Эта книга Гладуэлла весьма влиятельна оказалась для меня. Я про Малкольма Гладуэлла. Ты знаешь такого? Да, я знаю его, но сейчас не припомню все его известные книги. Что ж, значит, это Гладуэлл. Гладуэлл, окей. Да, скажем тогда все творчество Гладуэлла. Я многое чего читал, что он написал. Понял. Я хорошо знаю про Остров Сокровищ. Это достаточно хорошая книга для юного поколения, чтобы прочитать и вдохновиться. Что ж, дорогой Фрейзер, большое спасибо за эту беседу. У меня есть все ответы на вопросы, которые я хотел задать для себя, для нашего сообщества, и мы очень благодарны за это. Я хочу пожелать вам в последующие дни жизни, чтобы каждый следующий день был лучшим днем в вашей жизни, и эти дни были бы еще лучше. Ты был очень добр, Алекс, и я желаю вам всего наилучшего также для вашей семьи. изо всех сил стараюсь наслаждаться семейной жизнью и оказывать внимание семье, не только в той деятельности, которая у нас есть в науке. Душевно благодарен вам. Пожалуйста. Я действительно ценю это, благодарю, Фрейзер. Хорошо. Хорошего дня. Благодарю. Тебе тоже хорошего дня. Благодарю. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин